Исямисяс, добро пожаловать! Сегодня мы заканчиваем прохождение второго первого эпизода Life is Strange 2 Бля, все эти цифры, так сложно всё запоминать Второй эпизод, первый сезон, второе число Чё так сложно? Я же всего лишь летсплейщик В общем, остановились мы на том, что до нас докопался какой-то странный дед Чё-то он от нас хотел Хотя мы ничего даже плохого не сделали Я за всё заплатил, я плачу налоги, окей? Не знаю, чё он до нас докопался Сидели себе, хавали хлеб, никого не трогали Странный какой-то он Ну ладно, всё, давай уже, запускай игру, я уже не знаю, о чём разговаривать с камерой А, вообще зависло О, развисло, окей Ладно, рассказывайте, как у вас день прошёл Мне очень интересно, я вас послушаю Вау Какой интересный день Окей Поехали А, так он всё-таки знал просто, что мы те самые парни А, ну тогда это многое объясняет Но если он всё-таки не знал, то это очень странно Это очень как-то тупо всё Вот так вот, зять и похитит детей Продавщица с ним заодно Так он всё-таки не знает, что мы сделали Охуеть просто можно Даже если бы я украл эту буханку хлеба И чё дальше? Он бы меня так же привязал здесь и избивал? Нихуя себе Мне больно Пошёл ты нахер, дед О, тогда ладно Тогда другое дело Может быть, я должен звонить Айс Чтобы осознавать, что ты зацепитель Охуеть, ты, хилбилли Я американец Воу Не, чё ваще происходит? Я пойду в жалю за это Он себя ведёт так всё-таки, словно он не знает, что мы натворили там Да, я думаю Он только что меня пнул ботинком в лицо Окей, у деда реально, походу, маразм Это деменция Я не настолько плохой, дед, что буду детей плохо с ними обращаться Но поебалу своим ботинком тебе, я всё-таки дам Нам самим-то 16 лет, алё, вы чё? А, так ещё и нару... наручники плачут, ковы Окей, ээээ... окно кабинета Ну да, окно мы не доберёмся в наручниках Дверь может? Ну, походу, надо бежать отсюда как-то Компьютер Картонная трубка, стул Давайте трубку попробуем До стула-то вряд ли дотянемся Табличка, толкнуть Давайте здесь всё нахер разнесём этому деду А то, ишь ты, чё на себя вообще возомнил-то, я не понял И полк тоже пнём, главное, чтобы на нас не упало Чё это такое? Сувенирный медведь посмотреть Хэнк Дорис Стемпер А, 1982 Но здесь даже извиняться не надо, это правда Пацан, братат! Братат, я тут! Брат за брата За снова взято Но, я думаю, что я его потерял Он уйдет? Я очень, очень страшно Эй, Энанно Ты делаешь прекрасно Он абсолютно беспокоит их Благодаря тебе Мы уходим от сюда Да? Да Мы должны急, но он звонит на нас Погнал, братат 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 Может он как-то, да, может он её снять сможет Или нет Чё-то мне подсказывает, что под конец Он разозлится и всю эту заправку нахер разнесёт Своими суперспособностями Чё нам здесь попросить открыть? Дверь кабинета Так они же там сами Самоубийство Может задняя дверь? Главное, чтобы не услышали это Буль-буль-буль-буль Звук такой Забавный О Окно может быть Но единственное, что получается окно О, я его вижу Здорово! Эй там, земляне! Я здесь! Врубай хотя бы Заточение Аутентично сидеть будем Во! Другое дело Плюс атмосфера Ключи Труба Книга Типа газет Читать Вау! Ну да, самое время газету почитать Опора трубопровода Да? А чё я с ней ничего не могу сделать? Ключи Задняя дверь Семейное фото Я стараюсь! Не дави на меня! Эта штука не работает Нет, это мы уже видели Эммм Ну единственное, что я могу здесь сделать Это Попросить его открыть дверь кабинета Это очень плохая идея, но Больше ничего не остается Посмотрите, как это Штуковина Она похожа на очень длинный батон Очень длинный батон Охренеть Какой же большой батон Интересно, куда его можно засунуть? О, это же наш рюкзак! Или не наш? А, там закрыт Он уже сбегать успел, пока я батон рассматривал Я не могу использовать опору! Здесь Может просто ждать надо? Я не знаю просто Уважаемый господин Хэнк Стэмпер От имени нашей торговой палаты Я рад вручить вам награду Образцовый гражданин и бизнесмен 2014 года Вы давно помогаете нашему городу И занимаетесь благотворительностью Вы радуете всех гостей Своей заправочной станцией Теплой улыбкой И отличным сервисом! Вау! Отличный сервис Лучше нигде не видел Пусть так и будет Впредь церемония награждения Бла-бла-бла Благодарю вас от себя лично С наилучшими пожеланиями Окей Какая хорошая заправка Жду не дождусь Пока снова сюда не смогу приехать Это нам ничего не дает Я ничего не могу сделать Может Ебать Я что двигаться могу что ли Я то откуда знаю Охренеть Ладно Оказывается я двигаться мог Попросить В лесу конечно же Они на деревьях растут вообще-то Осмотрись откуда мне знать Надеюсь хотя бы в этом он нам подсобит Потому что пока что от него особо помощи не было Кстати странно что вывеска включается С улицы Обычно же такое типа Внутри включает Не сейчас как раз самое время Накручивать себя О О Братат Это это что ли напильник Это это что ли напильник Сорвать Окей поехали Быстро нажимайте Идите вперед с помощью В Окей Поджечь бы им все нахер здесь На прощание Хотя нет не буду там у них маленькая собака есть Только из-за собаки Так что дальше Наверх А ключи достать Так а зачем я напильник использовал Я думаю мы наручники сломаем Они же пластиковые Окей Ключи Все пора сваливать отсюда Ааа ключи от наручников что ли Я думал от двери Стоп я вообще ничего не понял Странный у них план какой-то Напильником сломать наручники И уйти из двери самому Чем нам сейчас пациенту поможет Что братан Текаем Текаем с села братан Все теперь давайте по коням пацаны Ой бля Ну серьезно что ли Ну как обуть Волк Опять его суперспособности Украсть лагерное снаряжение или выйти Пошел нахер Не мы забираем его До свидания Это уже Как Пинай его так же как он тебя Мразоты вырубить Вырубить и украсть Пошел нахер Он это заслужил Пошел нахер Он это заслужил У меня ни разу не стыдно Узнал бы я сначала Я все там попытался украсть Тем более на улице дождь Пацан зато не простудится В Нарнию братан В Нарнию Серьезно Пошел нахер Окей. Не уверен, что ему можно доверять. Ну ладно. Самое странное, почему он нам так доверился просто. Почему он ночует рядом с заправкой? В лесу. Окей. Все очень странно. Еще я заметил, что здесь актерская игра, ну типа озвучка крайне тупейшая. Я не знаю. В английской озвучке такое редко замечается, но здесь прям... Ну хотя бы спасибо, что субтитры на этот раз русские добавили, потому что первую часть, я помню, мне приходилось на лету ее переводить. Он не мутный, он поехавший. Он на тебя-то копался. Он начался с тобой? Он начался раньше, но я купил слишком много вещей, просто чтобы пить их. Добро пожаловать в Реднек-Лэнде. Санкт-Сиэтл не больше. Так они здесь. Он собаку забрал. Стоп. Пацан собаку забрал! Ой, бля-а-а-а. Еще на нас выпендривался, типа мы там что-то неправильно делаем. Данил. Вау. Окей, это страшно было. Я не думал, что мы в хоррор играем. Это же для собаки опасно, мы же ее покормить не сможем. Грибочек. Окей, как скажешь. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я надеюсь, что этот мужик заберет собаку. Ради самой собаки. Найс. Я чувствую, как я просто видел историю. Ты на дороге становишься официальными дорогими варьерами, мадуды. Мадуд! Это завтра, мадуд! Чё-то... Слишком тихо. Чё-то произойдёт. Чем-то занимаешься давно уже в пути. Он рассказывал нам. Что ты делал именно? Длинная история, короткая. Я пришла из семьи с денег. Но... Нужно решить. Я взялся после школы. И никогда не взялся назад. Теперь я пишу истории для зеней, веб-сайты, подкасты, протесты. Я пытаюсь сделать позитивный измен. Тупо классика. Типичный хипсер. Все это политическое, Шан. Блядь. Я надеюсь, они здесь. Но хотя они уже продвигают все вот эти вот... Веяния. Блядь. Я надеюсь, хотя бы нас не будут склонять к тому, чтобы трансгендером стать. Чем зарабатываешь, бывает одиноко ты знаменитость. А сколько у тебя фоллогеров в Интагваме? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Или что-то. Люди в моем... ...нетворке знают, кто я. И vice versa. Ну, это достаточно для меня. Звук довольно круто. Хе-хе-хе. О нет, еще одна песня. С авторскими правами. Только не эта. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это. Охе-хе-хе. Ой, все-хе-хе-хе. К финалау, мы должны очкинены за друг друга, в 하らси-хе-хе-хе-хе? Да... Вы очкинены за нас. Спасибо. Серьезно. Хорошо. Хе-хе-хе-хе. После первой части Life is Strange я никому не могу доверять в этой игре. Это да. Согласен. Только когда в них нету музыки с авторскими правами. О, нет. Только не это. Собака всё-таки страшная. И мужику я ещё не доверяю. Какой он слишком сговорчивый. Верит каждому слову, делает чё это, чё попросим. Такое чувство, что если у него попросить все его имущество отдать, он такой, ладно, без проблем, пацаны, забирайте. Я весь такой хипстер и хиппи. Материальные вещи мне чужды. Северное побережье Орегона. Три часа спустя. У меня прям ютуберский таймер в голове. Потому что когда музыка с авторскими правами играет больше 30 секунд, только тогда на неё накладывают как бы... Только тогда на видос могут наложить какие-то ограничения. А если меньше 30 секунд, вообще не важно. Тебе ничего не сделают. Я сижу такой, так, блять, эта песня уже больше 30 секунд играет. Неправильно ты делаешь. Надо на колесо ссать. Стоп. Это не Аркадия Бэй? Случайно. Город из первой части. Нет, там другой какой-то город был. Или штат. Или нет. Журналистам не стоит доверять. Так что... А. А ну окей, давай ему всё вообще вывали. Мы шоу знаем, аж целых 4 часа. Я убил мою папу в перед мне. Это всё моё дело. Всё я должен был играть с Данилом, и папа будет ещё жив. Я убил мою целую семью. И теперь мы с тобой. Эй, всё будет хорошо. Берём глубокий breath. И всё-таки... Похоже на тот город. Слушайте. Это не твоя причина. Ты не имеешь контроль над всем этим вещам. Ты не можешь обрабатывать себя за все, что происходит в этом мире. А Макс смогла бы. Хе-хе-хе-хе. Ты будешь в порядке, Шан. Интересно, кстати, её вообще... Она здесь как-нибудь промелькнёт хотя бы? Или нет? А-а-а. Наверное, промелькнёт. Нам же не просто так далее выбрать. Типа, концовку первого эпизода. Хотя, может, это, типа, как-то в новостях просто будет проскакивать. Э-э-э... А-а-а. 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 ex. Э-э... Так много. Теперь у меня... Ничего. Что я уверен, это прошлое. Но сейчас ты не можешь вернуться. Ты имеешь друг друга. И ты должен идти вперед. Почему? Ты не видишь, но... что ты и брата имеешь в виду, это самое важное. Он тебя нужна. И ты нужна его. Я могу сказать, что он не знает, что произошло. Шан, в какой-то момент... Ты должен сказать ему. Я знаю. Мне просто нужно найти правильный момент. Уберите это от меня. Много больше ты сможешь обоценить это, тем лучше. Да. Я сделаю это следующий момент. Это просто... Это не будет легко. Много больше. Где ты идешь? Какой вопрос. Я думал... Я думал... ... ... ... Кстати, да. Они же получается в штате Вашингтон живут. Это самая вершина на границе с Канадой. Мексика это в самом низу. Как они собираются все это расстояние проехать, чтобы их копы не заметили. Это правильное, что делать. Да, это именно то, что Вы должны делать. У вас есть семьи там? Может быть. Мы даже не имеем семьи в США. Стоит для родителей, мы уже не видим. Что с твоей мамой? Нет, никак. Она... не вредит. Но папа, он всегда говорил о том, что это плотно, который он owns, и в этой маленькой стране, Пуэртоломос. Это довольно круто. Так что это должно быть круто. Окей, так что у вас еще есть много дороги. Мы сняли на землю достаточно много. Время по дороге. Знакомый мотив. Очень знакомый мотив. Это как-то слишком уж сопливо, что прям такой весь из себя этот мужик хороший и помог. И выслушал, и знаем мы его четыре часа прям. Эх. Не верю. Pacific Harbor, Орегон. Два часа спустя. Я не говорю, что все люди должны быть незнакомы и к тебе агрессивно настроены. Но точно не так положительно. Это... должно какие-то странные мысли навевать. О, бля... В таком мотеле на ночь останавливаться. Ну его нахер. Ну его нахер. Эээ... не. Вон, посмотрим, если ты меня добьешься. Оу! Ле-романтик, так сказать. А это чё такое? Это луна? Так, там маленькая луна, а здесь у нас большая луна, видимо, да? А, это лампа, ёп твою мать. Я думал сначала это звезда, потом думать, типа нет, какая слишком огромная. Чё у нас по рюкзаку? Чё там написано? Хэллоу! Привет! Здорово! С камнем пообщались. 7 долларов у нас осталось, да? О! Ха-ха-ха! Свитер спёрли тоже. Получается, мы свитер спёрли и набор для палатки. Балдёж. Это мы всё так и не выкинули. Ну пусть лежат, видимо. Машина бродит. Я не знаю, почему они ему так сильно доверяют. Может, типа, потому что дети. Поиграй с собакой. Поиграй с братом лучше, ему палки на них. Эй, давайте играть фэтч с пупом. Серьезно? Да. Давайте я сделаю тест на первую очередь. Хорошо? Ну, окей, но я не знаю. Окей, пупик. Пойдём широко. Ну, давайте не особо далеко. Потеряется ещё. Эй, я не в кусты кинул. Ну, ёп, да вы чё прико... А, окей, ладно. Мне кажется, я знаю, что произойдёт. У него опять этот приступ случится. Он случайно убьёт собаку. Такое у меня предчувствие. Я всегда пытаюсь наперёд продумать самое плохое, чтобы быть к этому готовым, чтобы потом не расстроиться очень сильно. Поэтому я всегда такой, типа, эш... Всё будет плохо. Окей. Серьезно? 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 Тихо. Теперь мне нужно помочь. Это там, 10-10. На втором этаже. Слушайте, я не хочу тебя из-за этого, окей? Но ты должен быть дважды так осторожным. Я знаю, что это легче сказать, чем делать, но... Ты должен избежать этого телефона. Окей. Ты всегда можешь получить бурнер в следующем году. Верно мне. И, Шаун, говори с Данилом. Броди, ты не уходишь, да? Да, я уходу, но не до того, чтобы Санта Броди тебе подарил подарок. Та-да! Я, я имею в виду, хо-хо-хо. И не боишься об этом, я оставлю его прямо здесь, если ты делаешь. Окей. Ты уйдешь. Спасибо, Броди. Ура, наверное. Он пустой? Типа повязка на голову? Официальный дарт-дот? Да, конечно. Это твоя бандана, сейчас. Окей. Время для меня пройти по дороге. Эй, не ты так груди. Ты можешь поздравить меня на мой блог, «А Трибе Калд Вест». Так что, ты лучше оставь меня в описании, когда ты сможешь, окей? Мы будем. Спасибо, Броди. Мой бандан. Мой бандан. Очень странно. Все-таки наш менталитет такой, что типа, нам это все кажется странным, ну или, по крайней мере, но это было странно. Я чувствую напряжение в воздухе. Хотя, ладно, кого я обманываю. Я просто знаю, что скоро эпизод закончится, и он должен закончиться каким-то клиффхенгером. Потому что по-другому не бывает. Так, а какая у нас комната? АФК. Это что такое? Сувенир Броди. Это стопудовая вещь Броди. Видимо, он забыл ее вынуть, когда отдавал рюкзак. Окей. А, это что такое? Письмо от Броди. Положил в рюкзак это письмо, он сильно переживает за нас. Ну-ка, давайте прочитаем. Шон, я гораздо лучше выражаю мысль на бумаге, чем слух, поэтому пишу тебе это письмо, пока вы с Даниэлем спите в машине. Прости, что не могу взять вас с собой дальше, но этому есть резкая причина. Какой бы проблемной не была семья, это все-таки семья. Когда мы встретились, я ехал в Юту, где моя мама ведет безнадежную борьбу с раком. Я должен быть рядом с ней. Я оставил вам немного денег в рюкзаке, который хочу тебе отдать. Это вся наличка, что у меня есть при себе, но вам она сейчас куда нужнее. Мы не говорили, кстати, про то, что мы копа убили. Про этого вообще ни слова не было. И про способности пацана. Жаль, что мы с вами встретились в таких обстоятельствах, но я рад, что смог помочь вам по мере сил. Берегите себя, броди. Постскриптум. Черкани мне, когда окажетесь в безопасности. Племя по имени Запад. Я всегда в сети, когда не за рулем. Ну, видимо, он все-таки хороший чел просто. 30 баксов он нам дал. Все, богатые. А ключ-то какой? Что-то я его не вижу здесь. Найти свой номер в мотеле, да? Ладно. Там вроде 10-й был, я помню. Да, еще и бассейн. 10, я помню, что там 10 было. Вроде. Если не ошибаюсь. Это было бы неловко зайти к кому-то. Да, все-таки 10. Дес, сколько стоит одна ночь в мотеле? Это даже есть бассейн. Хорошо. Я собираюсь вставить тебя, кейв-бой. Мы можем смотреть телевизор, тоже. И есть бассейн. Уоу! Это красиво. И холодно. Ох, это бассейн. Ох, это бассейн. Что за это? Ох, не плохое. Опять как в ходячих Ну ёп твою мать Окей, на этот раз я ему не проиграю Изи Поехали В смысле? Один-один Оф 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 Я вспомнил этот эпизод Верно, сейчас так поздно Эй, можете подключить это, пожалуйста? Оф 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 Верно, пацаны доебались просто так Хехехе Неп 來 И сигарету Чтобы прям Совсем уж Эээ Как это сказать то? Ну вы поняли чё я имею ввиду Пуарто-Лобус, Мексико. Мы все-таки отправляемся в Мексику, да? Отчаянный план. Ну ладно, окей. Газеты. Че это такое? Может там про нас че-то написано? А, это про травку. Какие наркотики. Че у нас в шкафу? Может там кто-то че-то оставил? Скелет какой-нибудь? Утюг. Галстук. Карточка. Как можно дыру прожечь? Это надо на сколько оставить утюг? Или на сколько его разогреть сильно? Я типа не мастер в глажке? Ну, не настолько плохо. Я бы даже сказал, что глажка это, наверное, для меня самое сложное из таких бытовых дел. Так, не-не-не-не-не-не. Смотреть я не хотел. Это че? Записка от него? Да, мы ее... Мы ее уже прочитали. Палатка. Ну, я не жалею, что мы ее сперли. Да не это. Нормально. Вау. Палатка. Ну, балдеж. Так сказать. Лицо-то какое счастливое. Оооо, блядь, че так балдежно? Я же сам как будто сел телек посмотреть. Которую я не включал уже с декабря, наверное. Окей, я закончен. Ты не потеряешь лучшую часть. Я знаю. Но я должен обучать пакет. Не забудь, что ты встал скоро. Я знаю. Че-то че есть? Кровать, чистые полотенца. А, че не интересно? Ты мой новый лучший друг, Мушрум. А-а-а. Вот так вот, значит, да? А как же я? Пену для ванны, кран. Открыть. Окей. Ну, че-то же должно произойти. Бля, как я скучаю по ванне. Если у вас есть ванны, цените это. У меня только сраная душевая кабина. А-а-а. А-а-а. Все, а теперь все девки в этом мотеле наши будут. Уф. Тоже фен есть, ни хрена себе. Ммм, кстати, да, он же про обувь че-то говорил. У него типа ботинки такие себе. Ну-ка. Обувь Дэниэля не меняется. То есть, ты намекаешь на то, что мы не будем ему обувь покупать, да? Окей, понял. Вместе с собакой? Зачем он ее взял-то тогда с собой? Как скажешь? Какая-то модернная жизнь. Ох, черт. Лилис freaking out. Может, я должен оставаться от этого? Или она будет в проблеме, тоже. Не звонить Лайли, перезвонить Лайли. Не. Не-не-не. Слишком опасно. Мы теперь в бегах. Мы теперь преступники. Номер один. Террористы. Экстремисты. Тем более, чем она поможет, помочь сможет. Нет. Смотрите. Ну-ка. Моин. Идём. Панель, подавляя ваш носCan awис. Что? Что я приеду? Продолжение следует... 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 Ему больше напрягает, что мы ему соврали, а не то, что наш отец умер, или то, что у него суперспособности. Ну, чё это за хуйня? Алло. Больше ты не ури. Окей. Я знаю. Мне тоже, дэнни. Что мы будем делать без него? Life is cringe. Воистину, cringe. It's gonna be okay. И вы на этом закончите первый эпизод? Только не говорите мне, что это так будет. Не смейте. Самая лучшая часть пока что была, это первые сорок минут. Первые эпизоды. И всё. Дальше всё прям... Вниз по течению. Я не могу. Я не могу. Ничего не ошибся с тобой. Ты... Делаешь... Окей. Что мы будем делать сейчас? Я думал, может быть, мы можем поехать в Пуэртолобос, где папа grew up, понимаешь? Да, я думаю. Это будет хорошо, Данил. Данил, нет ничего мы не можем сделать, если мы вместе. Can you tell me a story, like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories, too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf-brothers living in their home there with their papa-wolf. They all lived happily together, but... А потом маленький волк убил нахер всю их семью и сломал. Интересно, о ком же эта история? Даниэль, кому историю рассказывают? Алло. Там брат старается, сочиняет. Ты нас не слушаешь. Всё, всё, зазнался. Суперспособности появились, всё. Меня напрягает больше всего, что они, я не знаю, делают из-за вот этих соплей, как будто реально эту игру пытаются продать конкретно 13-летним девочкам. И никому больше. И это больше всего отталкивает. Всё вот это. Как ты мог мне соврать? Типа, блядь, в такой ситуации нормальных людей больше всего не это бы беспокоило. Ну, серьёзно. Я не против всех вот этих вот того, что сейчас происходит. Вот этой вот инди-музыки там и всех вот этих вот кадров красивых. Окей, ладно. Но вот такие вот... Эх, хуй его знает. Я что-то другого ожидал, на самом деле. Это просто то же самое Life is Strange. Это те же самые две девки, только как бы с подвохом. И... Не знаю. Я думаю, что они как-то вырастут из этого говна. Но, видимо, нет. Ну, или может всё измениться в следующих эпизодах. Остаётся только на это, надеяться. Ну, или я просто ворчливый пердун. Что тоже вполне вероятно. Но, как бы, эпизод не настолько плох был, чтобы не продолжать в него играть. Хотя он очень какой-то медлительный. И вообще ничего не происходило. И что-то как-то странно. Большего я ожидал, короче. Но. Увидимся в следующем эпизоде. Который выйдет. Понятия не имею, когда. И никто не знает, когда. Поэтому не надо мне жаловаться на то, что я в него не играю, как вы обычно любите делать в комментариях. Такие пироги. Может, кстати, после этих... После титров что-то будет. Трейлер? Или... Вы забрали шокохрус себе. А, здесь даже вот эта штука есть. Так, ну-ка. Вы сказали правду Эстебану. 81%. Вы обняли Эстебана. Кто эти люди, которые не стали батю обнимать? Камон. Почему? Вы не взяли деньги из банки. А. Даже так можно было сделать? Я даже не заметил её. 20% взяло деньги. И потом 8%. Такие, нет, я лучше этого. Вы ответили Бретту. Вы отчитали Даниэля. Само собой. Это тупость совсем. Вы не перезвонили Лайле. 35%. Так. Всё, понял. На это на меня все в комментариях все вот эти вот 13-летние девочки будут ругаться. Как ты мог подружке не перезвонить? Ммм. Это... Ммм. В сериале было бы не так. Вы ударили Хэнка и украли походное сна... Во. О, правильно. Вы ничего не украли на заправочной станции. Вау. Ну, вот это, кстати, я удивлен. Вне выпрашивали еду. Вау. Я тоже не заметил. Вы решили совершить кражу на автостоянке. Ну, за это я не... Вы пообещали Даниэлю больше не лгать. Ему вы сказали, что постараетесь быть честным. Странный выбор какие-то, типа... Даниэ... Даниэль научился пускать блинчики. Ооо. Большинство... Большинство не научило Даниэля. Ооо, все. Ну, у 52% Даниэль вырастет неполноценным. Даниэль участвовал в поиске дров на время. В смысле? Вот этого я не помню. Построил крепость в лесу, 56%. Упал и испачкался, 26%. Узнал про путеводные метки, 99%. И 1% не узнал. Кстати, я был близок к этому. Чтобы быть в этом одном проценте. Разозлился на вас в лесу, 9%. Вау. Разозлился из-за паутины? Ну, это я неправильно понял. Даниэль, у снились кошмары из-за ваших жутких историй. Ааа. Крепко спал ночью. Отравился ягодами. Ааа. Правильно. Не стали есть их тогда. Не пришлось попрошайничать. Не отвлекал Дорис. Нормально питался. Ел слишком мало. Украл вещь у Броди? В смысле? Какую мы вещь украли у Броди? Он про собаку, что ли? Даниэль не добыл игрушечного энергомедведя. Окей. Трейлер, может быть? Чё-нибудь? Тизер? А? Опа. А, они его учат, типа, способностям? Иксмены. Начало. Спасибо за игру. Купите Life is Strange 2 набор эпизодов. Понятно. Так, ну они порекламились здесь. И моя очередь порекламиться. Если вам понравилось, во-первых, спасибо за просмотр. Во-вторых, если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Увидимся в следующем видео. Когда будет следующий эпизод, я не знаю, но я буду его проходить. И такие дела. Спасибо за просмотр. С вами был Алеша. Надеюсь, что вижу ваше замечательное лицо в следующем видео. И как обычно, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин